Финансовая грамотность. Тема «Налоги, от которых не спрячешься». Что такое налоги и почему мы должны сплатить? Однажды вечером, когда вся семья села ужинать, Елена Сергеевна вдруг строго сказала «Проблемы есть, надо обсудить». «А в чём дело?» – спросил Антон, встревожившись. Я сегодня встретила Наталью Петровну с третьего этажа. Она рассказала, что участковый, сотрудник налоговой инспекции, ходят по дому и выясняют, не сдаёт ли кто квартиру приезжим. Участковый, понятно, регистрацию проверяет, а налоговик ищет тех, кто квартиры сдаёт, и налоги за это не платит. Так ведь и нас поймать могут. Квартиру-то я свою сдаю, а налог не плачу. Сами знаете. «Да ладно, мама!» – махнул рукой Антон. «Ну, кто и как узнает, что ты сдаёшь квартиру?» «Брось ты!» «Чего по этому поводу волноваться-то?» «Ой, не говори, Антоша, что-то мне боязно. Наталья Петровна говорит, что в первом подъезде они такую квартиру нашли и насчитали хозяину большие штрафы за просрочку платы налогов. Только этого нам не хватало. Может, мне всё-таки сходить в налоговую, разузнать, что и как, и сообщить, что налог я готова заплатить?» «Смотри, сама мама!» – махнул рукой Антон. «Квартира твоя, тебе решать. Денег, конечно, жалко, но мне не надо. Чтобы ты всё время волновалась, то давление со страху подскочит и вообще сляжешь. Так что лучше уж сиди, иди, сама издавайся налоговикам, раз так страшно». На том разговор о страшных налоговиках за ужином и закончился. Серёжа из него ничего не понял, да и не очень-то прислушивался. Мало ли, о чём непонятном взрослые между собой разговаривают. Неинтересно это. Но разговор получил продолжение. Через два дня бабушка к этой теме вернулась снова, когда за ужином торжественно доложила. «Значит, сходила я в налоговую по поводу квартиры». И что там сказали, заинтересовался папа. «Государство взимает с доходов и имущества граждан налоги. Есть специальный закон, налоговый кодекс Российской Федерации. Кто его нарушает, того государство наказывает». Это нужно знать. «А вот тут-то и сказали, что была права я, а не ты», — гордо ответила бабушка. «Налоговые инспекции про мою квартиру, оказывается, уже знали. Если бы я до 30 апреля им декларацию не сдала, они бы мне ещё и штраф пень выписали. 5600 рублей с копейками. А так мне надо только декларацию заполнить и налог уплатить. Так что давай, доедай, помоги мне эту декларацию заполнить, а то я сама в ней не разберусь». «Ничего тебе, ничего себе, штрафчик!» «Почти 6000», — воскликнул папа. «Погоди, погоди, а сам-то налог сколько будет?» «За год 28 080 рублей», — строго ответила бабушка. «Мне девочки в налоговой всё посчитали и на бумажке записали, чтобы я не перепутала. А со штрафом получилось бы вообще 33 700 рублей. Так что скажи спасибо, что я вовремя спохватилась и в налоговую сходила». «Мамочки, дорогие», — охнул папа. «Спасибо, конечно, да только где же мы столько денег сейчас возьмём?» «А сейчас и не надо», — важно пояснила бабушка. Было видно, что она теперь чувствовала себя самым главным в семье специалистом по налогам. Налоговой сказали, что платить налог надо до 15 июля. Так что время собрать деньги у нас есть. Из кухни все расходились грустные, потому что было понятно, свободных денег в семье теперь долго не будет, и все покупки и подарки, о которых мечтали, придётся отложить. «Ба!» — не выдержал Серёжа, когда они с бабушкой оказались в своей комнате. «А что такое налог, и почему ты должна его платить? Ты же сдаёшь свою квартиру. Так почему у тебя твои деньги отнимают? А ты ещё радуешься, что без штрафа обошлось? Грабёшь это! Теперь нам с тобой нового телевизора век не видать!» Да, радости тут нет никакой, согласилась бабушка. Вот только сделать с этим ничего нельзя. По закону государство имеет право брать со всех налоги, то есть забирать часть полученных людьми и компаниями доходов. А если ты не платишь налоги, то тебя сначала оштрафуют сверхналога, а вообще-то могут даже и в тюрьму посадить. Ничего себе, грабёж какой-то, — возмутился Серёжа, искренне не понимавший, почему это с таким трудом, собранные семьёй деньги на новый телевизор надо кому-то отдавать. Это как посмотреть, пожалуй, плечами бабушка, а только платить налоги тебе придётся всю жизнь, и никуда от этого не деться. Государству нужны деньги. А откуда их ему взять? Вот оно и собирает часть доходов жителей страны в форме налогов. На этот счёт даже специальный закон есть, Налоговый кодекс Российской Федерации. И кто его нарушает, того государство строго наказывает. Ты ведь слышал, что незнание закона не освобождает от ответственности за его неисполнение. Так что сказать? Так что сказать? Я, мол, не знал, что должен налоги платить, потому и не платил. Не получится. Вот ты начнёшь работать, продолжила бабушка, и государство с каждого рубля твоего заработка заберёт на свои нужды 13 копеек. И не платить ты не сможешь. Я вот получила доход от сдачи квартиры, и с этого дохода как раз 13% государства себе и заберёт. Это называется подоходный налог. А если создашь свой бизнес, будешь платить государству много разных налогов, например, на прибыль. Я их все даже не знаю. В организациях правильным начислением уплаты налогов занимаются специально обученные люди, бухгалтеры. А обычным гражданам налоговой инспекции каждый год присылают платёжные квитанции, сколько они должны заплатить за принадлежащие им квартиры, садовые участки, машины, всякое такое. Нет, ты погоди, не переставал кипятеться Серёжа. А почему люди-то это терпят? Почему они вообще не откажутся налоги платить? Тихо-тихо, успокаивающе, помахала ему рукой бабушка. Но всё так, не всё так просто, дружок, как тебе кажется. Налоги люди платят без особой радости. Конечно, но понимают, что это нужно им самим. Зачем? Непонимающе покачал головой Серёжа. Непонятное устройство жизни взрослых его ужасно возмущало. Ну как это зачем? Пожал плечами бабушка и принялась объяснять ему, почему при всей нелюбви к налогам взрослые понимают, что без них обойтись никак нельзя. Так Серёжа узнал, что и сам он, и вся их семья многое получают из тех средств, которые государство собирает с помощью налогов. Например, врачи, работающие в поликлиниках и больницах, учителя в школах, получают зарплату из тех денег, что собраны государством со всех взрослых людей и с организаций, в которых они работают. Без налогов государство не смогло бы платить зарплату полицейским и пограничникам, содержать армию, прокладывать дороги, строить мосты. Вообще ничего не смогло бы сделать для своих граждан. Как рассказала бабушка, во все времена люди старались уклоняться от налогов. Платить-то никому не хочется. И за неуплату налогов всегда наказывали очень строго. А в Китае, например, совсем до недавнего времени за это казнили. Так что закончила Елена Сергеевна свой рассказ, «Не зря один умный человек сказал, в жизни есть только две неизбежные вещи – смерть и налоги. И платить налоги придется, потому что других источников дохода у государства нет, а задачи ему приходится решать важные для всех». О чем Сережа еще смог бы узнать, если бы спросил. А сколько всего видов налогов в России? В России существует более 10 видов налогов и обязательных платежей в пользу государства. Но к физическим лицам, гражданам страны, относятся только 5 видов таких денежных обязательств. Прежде всего, налог на доходы или подоходный налог и налог на имущество. Почему, заполняя платежные квитанции на уплату налогов, родители говорят о каких-то пениях? Слово «пения» означает денежный штраф за несвоевременную уплату налогов. Размер пений зависит от того, на сколько дней просрочена уплата. Тянуть с уплатой налогов опасно, так как в результате общая сумма налогового долга перед государством может стать очень большой. Распространяется ли понятие льготы на уплату налогов? В некоторых случаях государство предоставляет льготы по уплате налогов. Например, люди, продающие квартиру или дом через 3 более лет, после их покупки налог с дохода от такой продажи не платят, в отличие от тех, кто продает и не прожив там и 3 лет. Что такое налоговая недоимка? Как наказывать людей, за которыми числится налоговая недоимка? Налоговая недоимка – это сумма налога или сбора, неуплаченная в установленной законодательством о налогах срок. Попросту говоря, это задолженность по налогам. В старину на Руси для взыскания недоимок применялось физическое воздействие. Деньги в прямом смысле выколачивали из должника палками. В наше время за уклонение от уплаты налогов могут посадить в тюрьму или забрать, конфисковать имущество. Продолжение следует...